Всем привет дорогие мои друзья, я хожу вам настроение, с вами Рэй, продолжаем играть в ребятушки в симулятор охотника И как вы понимаете, сейчас мне нужно добраться до места, точнее до опорного пункта, потому что я во-первых боюсь, что я сломаю себе свой квадрик Хотя вот здесь уже мы совсем рядышком, все замечательно, и хотелось бы наверное его починить, если здесь такая возможность у нас будет Давайте-ка мы с вами отметим, открыт новый опорный пункт Все, мы сюда можем теперь с вами быстренько перемещаться, если нам это понадобится Получили соточку опыта Вы прибыли, наши опорные пункты это не пятизвездочные отели, но в них лучше, чем под открытым небом Как только все починьте, можете в любое время отдыхать и брать припасы Насчет припасов, ох ты, я еще и получил новый уровень там Теперь нам нужно разобраться с нашей амуницией Так что ребят, давайте, мы возьмем с вами лук, с собой обязательно Вы просили поохотиться с ним Будем пробовать, тем более нам нужно развивать с вами стрельбу из лука, чтобы могли покупать более улучшенные варианты луков Теперь, когда вы удобно устроились, по крайней мере, насколько это возможно Я хочу, чтобы вы помогли члену нашей экспедиции Гюнтуру Бандеру Он в лагере в Рыбацком заливе Ага, мы получаем с вами задание какое-то, ребята Связь с ним пропала после метели на прошлой неделе В последний раз он сказал, что у него заканчиваются продукты Сходите, походьтесь на оленей Доставьте голодному Гюнтуру свежего мяса Вот так вот, ребятушки Сами того не ждая, мы получили задание Хорошо Надо мясо, будем добывать, значит, ему мясо Так, все патроны мы с вами взяли Слава богу, у нас с вами рюкзак довольно вместительный Жалко, конечно, что я не могу взять почему-то себе еще одну винтовку А было бы неплохо Гюнтер Баден наш фотограф Я бы хотел сказать, что у него, как и у вас, отличные рекомендации Но дело в том, что он стоит очень-очень дешево Гюнтер прибыл сюда неделю назад, чтобы расставить камеры в этом районе, ледяном заливе Он нагрузил вездеход припасами под завязку, но, как я и сказала, после бури от него нет местей Тайге для людей нормально исчезнуть на пару дней Ну, к сожалению, я почему-то ничего не нахожу Хм, странно Ребят, если кто знает, как можно починить свой квадрик Обязательно мне напишите Потому что он у меня вот-вот и сломается А я этого бы не хотел Ёлки-палки Состояние вообще плачевное Мг Да, жаль Поменять я тоже не могу, да? Черт бы побрал Блин, фигово-фигово, ребята, это все У нас тут с вами деньжа на награда И новый уровень мы с вами получили Значит, мы можем что-то развить, по идее Так, забыл я, какие у нас тут кнопки Надо поискать, пошарить Да, и в то же время квадрик меня очень расстраивает Потому что он у меня дымит Я его не хочу разбить Я не знаю, разбивается он или нет В пух и прохлада Ладно, давайте, ребята, мы с вами, наверное, отдохнем Потому что я вижу, дело идет к сумеркам Так, сколько вообще сейчас у нас времени? Ну да, седьмой час Нам нужно как минимум до утра Так, отдыхаем 250 долларов у меня взяли Все, да? По-моему, все, ребята Сейчас именно утро Ну, так как на улице темно Это все понятно Потому что у них так утро Темненько начинается Ладно, не будем мы Зачем нам отдавать еще 500 Как говорится, золотых Для того, чтобы еще раз отдохнуть Так А вот в эту будку можно зайти? Нет? Палатка Нет, она, видимо, здесь для красоты Так, ветер мне совсем не нравится Ну-ка, а что у нас тут? Ага, тут у нас карты Ясно Так, где у меня инвентарь? В плане того, что... Да что ж такое-то Все не то, ребята Не те все кнопки Так, это приседания у нас Приседания Да, как раз по зараночку встали Сделали зарядку Так, бинокль нам не нужен Вот Припасы для Гюнтера Добудьте животные Это вот наше первое с вами задание Добыть животные И нужно нам с вами попадать В рыбацкий залив А это довольно-довольно далеко Начнем, наверное, вот сюда Как бы будем прокладывать с вами маршрут Как раз в ту точку, куда мы направляемся Манок Манок нам тоже в данный момент не нужен И это тоже, в принципе, нафиг Но, по крайней мере, мы знаем, сколько у нас и чего Так, где у нас этот? Навыки, вот Мы, по-моему, можем с вами изучить Да, так и есть И вот здесь вот самое интересное Что бы нам изучить Этот пока у нас еще закрыт След След на экране Или увеличить здоровье Нет, здоровье мы не будем с вами увеличивать Это однозначно В данный момент это не столь актуально И не столь нужно А вот аналитика, наверное, надо Все Все очки потратили В умениях у нас В умениях ничего тоже нового не появилось у нас Но сбрасывать мы ничего не будем Так Здесь у нас все наше вооружение Только я не могу... О, вот он, лук Лук есть А вот только, ребята, почему-то стрел для него у меня нету Это как это можно понимать? Я же вроде бы купил себе стрелы И вот, честно сказать, я даже не знаю, как я буду из него стрелять по дичи У него, сами видите, прекрасно Увеличение дальности не такое большое, как у снайперских винтовок Это практически в ближнем бою придется Ладно, от этого только будет интереснее Что ж, получается, нам нужны стрелы Хотя, вроде бы, я покупал, и они у меня должны быть Так, ладно, давайте, наверное, еще купим Все И почему-то они у меня не отображаются Вам не кажется это подозрительным? Я купил стрелы, которых не могу носить или надевать Странно это как-то все Давайте-ка в инвентаре посмотрим Так, вот у нас боеприпасы, да? Почему-то не обозначены стрелы здесь, ребят, смотрите-ка Ни прицела, ни стрел Хм Как это так может быть? Так, а здесь у меня есть они вообще? Блин, я даже здесь их не вижу, ребят, смотрите Среди боеприпасов нету Прицелы есть А здесь нету Как это так? Я же покупал лично Только что взял стрел Пачку Слушай, какой-то Надурилова я бы так это, наверное, назвал Так, ну-ка давай-ка мы с тобой зайдем Нет, гараж это нам не нужно Магазин Стрелы А здесь они отмечаются или нет? Да, вот они есть Ну что они мне втирают-то? Вот они Стрелы-то Блин, вот незадача А может быть они не подходят? Да ну-ка, а какие я еще могу носить? Больше никаких Подходит для охоты на мелкую и среднюю дичь А мне очень хочется испытать этот лук, если честно Тем более стрелы с широким наконечником Думаю, убойка у них будет неплохая А самое главное, что мы будем стрелять с вами абсолютно бесшумно То есть, если будет скопление дичи И мы, например, убиваем одного из животных То второе животное, соответственно, даже ничего не заподозрит Ну это я, по крайней мере, так думаю И по логике так должно быть Но, как говорится, практика у нас все покажет, как это будет Дайте мне только, блин, найти эти стрелы, а Я не врублюсь Так, боеприпасы Вот они, боеприпасики мои Ну ведь нет здесь стрел Ядрёно, вож Погоди-ка А ведь я почему-то взял обычные патроны и туда поставил Какого хрена? Я просто взял, ребята, и поставил туда обычные патроны И, как видите, у меня появились стрелы Блин, вот в жизни бы так не подумал, что можно сделать Если бы не чисто случайное, как говорится, нажатие Так, ребят, ну теперь я как Робин Гуд Мне бы кого-нибудь найти и испытать этот лук Очень сильно хочется Так, мы с вами направляемся немножко не в ту сторону И я, как говорится, уже наметил себе небольшой такой путь Будем двигаться вот сюда Так, где у нас тут? Вот она наша отметка Я даже представляю, сколько мне бежать, ребята 600 метров, это, считай, полкилометра Но, тем не менее, романтика По лесу, по зимнему Блин, прекрасно Свежий воздух, вот этот, знаете, зимний холодок Прямо как сейчас у нас в моём родном городе У меня сейчас 15 градусов мороза Утречко Все люди спят А я, видите, как говорится, отправился на охоту Тем более, здесь у нас с вами тайгане Ухры-мухры Я до сих пор, ребята Так Рысь обыкновенная Вот, кстати, ребята, моя мечта Подбить рысь Я вот до сих пор её не видел Хотелось бы с ней встретиться И, честно говоря, побаиваюсь Знаете почему? Потому что я не знаю, что она будет делать По идее, это хищник Он может на меня напасть И, как вы знаете, что я не бессмертный И могу погибнуть Так, это, ребята, у меня монок Если не ошибаюсь, раненый заяц Называется это И специально погудел, чтобы Призвать её Но, насколько я помню Рысь не такая дурочка И, вообще-то, если я не ошибаюсь Она любит Сидеть на деревьях Хотя, может быть, я что-то Путаю Ну, знаю точно, что лазит по деревьям Она ещё, как та кошка Хм Тишина Я ничего не слышу, по крайней мере, ребят Так что, я думаю, что Или нам идти Или нам идти с вами К моей точке Которую я поставил уже Заранее Ориентир Или Охотиться здесь На эту рысь Так Что-то там вдалеке Прохрюкало Да-да-да Кто-то кричит Ну, видимо, или Олень Но не лось Это однозначно Ах, красота, да Вы, представляете, идёте По этому лесу Мох у вас под ногами хрустит Ой Мох Или ягель Что у них здесь В тайге Скорее всего Ягель Слушайте, ну, мы довольно с вами Быстро пробираемся Уже полпути Пробежали Интересно Я кого-нибудь увижу Или нет Испытаю Так Сказать Ой, подождите А впереди Фу ты, блин Я уже подумал Нет, это, ребята Был глюк Это просто камушек Торчал А издалека Было похоже Как будто это Лось стоит Надо такому привидеться И у нас Начинаются Ребята Первые Наши следы Видимо Дичь здесь Всё-таки Недавно Проходила И В принципе Как раз Движется Нет Я думал В нашем направлении Но, к сожалению Оно Идёт Немножко Не в ту сторону И здесь У них Трава Которую Они едят Значит Это место Прикормки У них Или ночлега Одно из двух Нет Ночлег У них Немножко По-другому Обозначается Это Скорее всего Кормёжка Их Не здесь Так Ладно Давайте Мы тогда С вами Потихонечку Потихонечку Пойдём Я уже Практически В уцели А вот Это уже Место Отдыха Зелёным Отмечается Ребят Видите Сами Да Такие Как бы Настильчики Это Где Они спят Ну Сколько раз Я не пытался Настигнуть Животное Врасплох Хотя Нет В прошлых Сериях Вы можете Увидеть Там Был Мишка У нас Но Там Немножко Другая История Я пришёл Практически В то время Назначенное Когда нужно И Он уже Давно Проснулся И бегал Как ошалелый Ну я его Там и Подбил Ага Здесь у нас Значит Понятно Дозорная Вышка Ребята Здесь у нас Ставится И Как видите На пути У нас Ничего Не попадалось Ага Деньги на бочку У меня с деньгами Там напряжёнка Я всё спустил На стрелы Которые у меня Оказывается Были Просто надо было Сделать немножко По другому Всё это дело Так Это у нас Ещё один Напорный пункт Да Давайте Тогда будем Двигаться В этом направлении А уже потом Сделаем Зигзагом Как раз В рыбацкий залив Думаю Так будет Самое то И Как говорится До опорного Пункта Недалеко И до залива Тоже Потому что Иначе Слишком долго Нам пиликать Ещё бы Мне конечно Здесь хотелось Видеть время В реальном времени Ну отображалось Сколько сейчас Часов Сколько Всего Не хватает Наручных Часов Одним словом Хотя у меня Есть этот Коммуникатор Или как он там Называется Планшет Что это Так Тень Видимо Так упала Ну Музычка Заиграла Это означает Что Что я Перешёл Наверное В новую Какую-то Локацию Но Смены Не было По крайней мере Написано И предупреждения Тоже я не видел Ё-моё Сколько мне идти Целый километр О Кто это у нас Ребята Это у нас Лось Причём Брачный зооп Если бы У меня Сейчас была бы Это как Приманочка На лося Я бы мог Его В принципе Здесь даже Это не столь важно Здесь можно Любой приманочкой Использоваться Ну кроме Там зайца Конечно И там Чучин Даже По-моему На Оленя Прокатывает Он всё равно Ради любопытства Выходит Посмотреть И в этот момент Мы можем его Пресечь Давайте-ка Мы с вами Наверное Немножечко Помолчим Потому что Я хочу его Всё-таки Выследить Продолжение следует... Что-то как-то дела У меня идут Не очень Видимо Жаль Жаль Мясом Чтобы он там Видеть Наверное Не Умер От Голода Так Что Ну где Вот это Ребята Трава Если не Шипаюсь А Ну да Я был прав Это место Отдыха Значит Всё-таки Память Меня ещё Не подводит Не такой Я старый Чтобы всё Забыть В охотничьем Навыке Да что такое Что за тишина Может быть Я слишком Рано Встал Тут обычно Ребят Тоже По времени Всё зависит Каждая Скотина Выходит В определённое Время Рысь В одно время Медведь В другое Кстати да Насчёт волков Я Хотел бы знать Мне кажется Что здесь Волков Заменяет Рысь Хотя в тайге Они должны быть И вы кстати Правильно Что это Подметили Дело Ладно Это мы с вами В следующей серии Разберём Всё подробно Какие здесь Животные у нас Бродят Как что Ну кабаны Есть Рысь Есть Лось Есть Кто ещё Тут у нас Ладно Потом всё это Мы посмотрим Не будем Сейчас Отвлекаться У нас С вами Есть Задание Которое Я уже Перед собой Поставил И кстати Как вы заметили Начал падать Снежок Вот на таких Вот пустошах Ребята Обычно Кого-нибудь Можно подметить Видите Как бы у нас Ровные места Довольно Приличный Радиус Обзора Но Как ни странно Тишина Так А что это У нас Здесь За сюрпризик Ожидает Наверное Опять Какой-нибудь Наблюдательный Пункт Да Так и есть Не будем Туда Идти Всё равно У нас денег Нет И построить Мы его Не сможем Что-то Мы с вами Идём Идём И мне такое Ощущение Что уже Темнеет Но такого Быть не может Потому что Мы Выбрались С вами С утречка Пораньше Дай боже Сейчас где-то Может быть Часов Десять Двенадцать Но Не больше Слушайте А я вот ещё Думаю Если я сейчас С вами Дойду До другого Опорного Пункта Мой квадрик Будет там Или нет Или он Всё-таки Остался В том Пункте И Ещё раз Как говорится Ребят Если кто знает Как чинить Пожалуйста Мне Напишите В комментариях Мне лучше На нём Рассекать Чем Вот так Вот бежать Целую вечность Нет С одной стороны Я не спорю Я могу Встретить на пути Какое-нибудь Интересное Животное Подстрелить Его Сделать Трофей Добычу Продать Получить Очки Опыта Но Тем не менее Бежать Такие Расстояния Вы уж Меня Простите Я люблю Больше Наверное Загонную Охоту Когда Приходишь В такое Место Где Зверь Уже Стоит Находится И никуда В принципе Оттуда Деться Не может Вы Помните В моих Сериях Про капкан Который Я Нашёл Так Вот это Уже Интересно Лось Предупреждение Это Предупреждение Значит Он Меня Слышит И в то же Время Он Где-то Здесь Близко И это Может быть Даже Наш Шанс На Первую Добычу Давайте Всё-таки Рискнём Уровень Шума У нас Большой Достаточно Но Ползти Мне тоже Здесь Неохота Если честно Потому что Каменистая Местность Я буду Сейчас Вовсю Тут Опираться И Шелестеть Не меньше Кстати Здесь Лежбище У них Может быть Даже Такая Вероятность Что Он Приходил Здесь Отдохнуть И Соответственно Где-то Здесь Недалеко Сейчас Находится Если Мы Окончательно Не Спугнём Есть 100% Его Добыть По крайней Мере Внизи Никого Нету И Выслеживать Там Абсолютно Некого Я бы сказал Бесполезно Так Ладно Ребятушки Давайте Ещё Чутка Помолчим Потому что Я хочу Всё-таки Его Выследить Не знаю Получится У меня Или нет Но Тем не менее Надо Блин Неужели Он Ушёл Следов Я Кстати Тоже Здесь Не вижу Ребят Потому что Так Ну это Понятно Зона Потребности То есть Здесь Они Кушают Здесь У них Перекус Происходит Значит Он Сюда Приходил На Кормёжку Вот я Сейчас Сматриваюсь Вдаль Леса И К сожалению Ничего Не вижу Ребят Нету Нету Ничего Вообще Как из лука Сейчас Шпаранул Да Нам ещё Кстати Надо будет Проверить Проверить Как работает Лук На самом Деле Но ещё раз Повторюсь Надо Практически В ближнем Бою Ну сколько У него Там Радиус Поражения 200 300 метров 100 метров Не знаю Если я знаю Что у меня Винтовка Бьёт Практически На километр 700 метров То Извините Меня Тут Можно Стоять На холме И Траву Свистел В Монок И Живот И Животное Выходило Ко мне Само И Я его Просто Напрасно Уже Вставал На коленки И подбивал Здесь С луком Можно было бы Сделать То же самое Ребята Абсолютно То же самое Мы залегли бы Предположим С вами В траву Да Я подудил В монок И Предположим Подходит Ко мне Дичь Она Меня Не видит Ну По крайней Мере В определенное Время Я её Подбиваю И всё Шикарно Самое Главное Что это Будет Дело Происходить Беззвучно Вы понимаете Просто Чпок И всё И Олень Или лось Уже Мёртвый Так Ну что Я думаю Что наверное Прокатит Эта штука С манком Ну Выходи Родной И он Ребята Вышел Вон он Видите Сейчас я вот Обойду Вот смотрите Внимательно Видите Движение Сейчас я вам Его продемонстрирую Красавца моего Ух Я надеюсь Попал Целился По крайней мере Я в шею И если я ему Попал Куда нужно То это должно Быть Смертельное Попадание Так Давайте-ка Проверим Это дело Только не говорите Что его Здесь нет Да ладно Да ну Нафиг Так Вот следы Короче Ребята Подожди Это по-моему Не того Вот он Так Чёрт Подери Куда он смылся Вон туда В ту сторону Побежал Я и крови Не вижу Неужели я вообще Не попал Слушайте Ну это будет Конечно Очень большим Бредом Если я ему Не попал В шею Должен я Его ранить Да понятно Что место отдыха Мне не это Сейчас интересует Меня Больше волнует Есть ли здесь Кровь Но я не вижу Ее к сожалению Ха Ребят Вы прекрасно Все видели Что я Именно Целился В шею И был Произведен Выстрел Именно в ту Область Я не мог Промахнуться Потому что Винтовка Довольно Мощная И С такого Расстояния Это практически Было нереально Промазать Ну что же В очередной раз Меня надурили Ладно Да что Что такое Что он там Все рычит У меня Такое ощущение Что он там Ранен Ребят И я Больше чем Уверен Что это Именно Тот Лось Так Давайте Сделаем Вот так С вами По хитрому Раз он Дурит То и мы Будем Дурить Тут Как говорится Выиграет Тот Кто Кого Передурит Опа Она Совсем Близко Где-то И мне Это Очень Нравится Так Вот он Красавец Ребята Вы его Прекрасно Видите Да где Ё-моё Настройка Вот Вот Не 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 Так Ребят Сейчас Блин Я и так и думал На вскидку На вскидку Я сделал Без Этого Задержки Дыхания Хотя Надо было Но В любом случае Должен его ранить Он должен быть Под ранком Так что Давайте мы С вами Посмотрим Здесь Будет ли Кровь И Вроде бы Так Если это Не лужа То я не знаю Что это Неужели Дерьмо Опять Вот Сколько раз Я им говорил Вы Разделите Пожалуйста Кровь И Помет Потому что Оно Все Сливается В одну И ту же Кучу Видите Да Фиолетовым Цветом Зачем Так Делать Ума Не Приложу Так Что-то Тут У них Какое-то Переплетение Этих Копыт Идет Погодите Ко Ребята Так Мне Нужна Изначальная Точка И Есть Есть Все-таки Ребята Кровь Смертельные Попадания Совсем Недавно Теперь Нам Нужно Определить В какую Сторон Побежал У меня Этот Лось Я надеюсь Что это Он Мы Можем Это Ага Вон он Красавец Лежит Да Как я Я вам Говорил Что Смертельные Попадания Все-таки Оно И Смертельное Даже Если Мы Его Ранили Далеко Оно Не Убежит Вот Он Так Тихо У нас Еще Одно И Как Видите Я Попал В Легкое Ну Что Ж Я считаю Неплохой Трофей Я Доволен Этого Гунтуру Хватит На Несколько Дней Если Он Не Будет Вам Благодарен Я Его Ударю Пускай Только Не Отблагодарит Меня Кстати Смотрите Я получил Денежную Награду В 2600 И Опыта Плюс 500 Это Очень Хороший Ребят Показатель Такого Кстати Не Часто Увидишь Чтоб Так Щедро Платили Надеюсь За спасение Его Мне В 2 Раза Или В 3 Больше Дадут Если Честно То Я Беспокоюсь За Гентера Хоть Он Осложняет С вами Жизнь Но Никто Не Заслуживает Такой Участи Умереть От Голода Или Ну В общем Вы Найдете Его В лагере Местоположение Которое Я отметила В Хантере Берегите Себя Я Тебя Прекрасно Понял Дорогая Ты моя Но Я хочу Сейчас Из лука Ребята Из лука Попробую Добыть Эту Дичь Я думаю Что вам Будет Тоже Это Интересно Как У нас С вами Это Сейчас Дело Произойдет Так Я думаю Что Монок В принципе Должен Сработать На 100% Тем более У нас Играет Здесь Ветер Который Дует От Меня В Противоположную Сторону Вот Он Вот Он Опа Ребята Было Попадание Я знаю Прекрасно Что Оно Было Черт Подери Хрен С ним Давайте Посмотрим В любом Случа Я его Ранил Потому Что Вы Прекрасно Видели Что Оно Даже Подкосилось Но Ноги У него Подкосились И Оно Немножко Взбрыгнуло И Вот У нас По-моему Здесь Кровь Да Кровь Смотрим Ну Смертельное Попадание И Причем Здесь Вот Они Следы Наши Так Давайте Выслеживать Его По-быстрому Как Я вам Говорил Что Далеко Убежать Оно Не Должно И Попадал Я ему Фиг знает Куда Ребята Стрелял Чисто Навскидку Здесь Нет Такого Приближения Как У моих Винтовок Чтобы Я мог Точно Видеть Шея Голова Или Там Это Нога Здесь Вот Так Пришлось Мне Стрелять Чистый Общий Фон Тела Сейчас Мы Увидим Куда Я попал Это В любом Случай Если Мы Конечно Обнаружим Тушку Нам Покажут Ну Вы Сами Видели Да Когда Я Стрельнул Практически Никакого Не Было Лишнего Шума Просто И Все И Животное Можно Сказать Уже Готово Наше Но Смотрите Есть Все Так Здесь Один Большой Нюанс Когда Я Попадаю С Пули С Винтовки Мне Не Приходится Так Много Бегать Чтобы Выследить А Из Лука Как Видите Я Уже Сколько Пробежал Не Вижу Как Говорится Тело Хотя Кровь Я Вижу Вот И Вы Представьте Да 395 470 Ага Вот Она Вот Она Эта Тушка Ребята Ну Очень Интересно Мне Посмотреть Куда Я Все Так Попал И Что С Ней Так А Я Попал Опять Ж В Легкое Ребята Ну И Судя По Всему Что В Ближайшее Время Нам Сейчас Здесь Ничего Хорошего Не Сулит И Нам Нужно С вами Идти Туда Куда Мы С вами И Собирались Но Это Уже Будет С вами В Следующей Серии Ну А на этом Дорогие Мои Друзья Я Буду Завершать Этот Выпуск Всем Спасибо За просмотр Надеюсь Вам Понравилось Сегодняшняя У нас Вылазка Поохотиться И Увидимся Уже С вами В Следующих Новых Сериях Дорогие 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 Дорогие